Пранамсадгуру, в чём состоит важность присвоения имени ребёнку, основываясь на дате и времени рождения? Санскритский алфавит происходит из определённого понимания самого мироздания, потому что этот язык был создан не для общения. Это не искусственный язык, созданный для общения. Это язык, который люди получили из самого существования. Это язык, который развился из наблюдения, а не воображения. Во многом звуки, которые вы произносите, и формы, в отношении которых вы используете эти звуки, связаны между собой. Вот что значит мантра. Мантра означает звук, чистый звук. Янтра означает соответствующую ему форму. Чтобы понять это, если вы хотя бы немного знакомы с физикой, по крайней мере изучали в старших классах, в учебнике, наверняка была хотя бы одна глава или пара страниц, посвящённых звуку. Если пропустить звук через осциллограф в прибор, измеряющий звук, то в зависимости от частоты, амплитуды и других измерений звука, он покажет специфическую для этого звука форму. Так что звуку соответствует определённая форма. Точно так же и форме соответствует определённый звук. Когда рождается ребёнок, в зависимости от геометрического расположения Солнечной системы, есть ещё способ учитывать большую Вселенную, но он слишком сложный, по крайней мере рассматривая геометрическое расположение Солнечной системы. Люди решают, что данный звук наилучшим образом подходит для того, кто родился в такое-то время и в такой-то день. За этим стоит определённое научное обоснование, хотя есть и некоторые отклонения, потому что алфавит санскрита состоит из 54 букв. Эти буквы могут быть разбиты на несколько сотен подзвуков. Очень сложно называть людей, используя такие подзвуки. Когда возникает необходимость переименовать человека, если он принимает брамачарию или саньяс, когда мы переименовываем такого человека, мы делаем это с большим вниманием, не глядя на его рождение, но на определённые аспекты того, кем он является, и как он принял инициацию. Соответственно, мы подстраиваем имя так, чтобы это имя или этот звук этому соответствовали. Незначение. Значение неважно, потому что его можно выдумать. Вам нужно назвать своего ребёнка таким образом, чтобы каждый раз, когда вы зовёте его этим именем, что-то внутри него расслаблялось. Но если вы назовёте его Анирут, а он переедет жить в другую страну, или даже в пределах Индии, например, в Бангалор, там его будут звать Энди. Если вы назовёте его Джанак, его будут звать Джек. Мы не знаем, какие клички ему там дадут. Такое случается. Это имеет значение до определённой степени. Если вы ищете освобождение, имя, которое вы произносите, звук, которое вы произносите, приобретает значение. В индийском обществе гораздо больше внимания уделялось имени ребёнка мужского пола, чем женского. Это не дискриминация. Просто вам предстоит жить с этим парнем. Девочка — это чья-то чужая проблема. А он должен жить с вами всю вашу жизнь до вашей смерти. Допустим, вы при смерти и хотите подозвать своего сына и зовёте его Шива. Прекрасно. А если он Сэм, тогда что? Так что родители озабочены этим. Он сам не будет использовать своё имя часто. Но им придётся произносить это имя снова и снова. Что будет работать на геометрию семьи? Что касается девочки, они не знают, как её назвать, потому что не знают, за кого она выйдет замуж. Обычно, когда девушки выходили замуж, они меняли имя на свадьбе. Вы знали об этом? Ещё 25 лет назад большинство женщин меняли своё имя на свадьбе. В зависимости от имени своего мужа, от присущих ему черт, от расположения небесных тел и так далее, они меняли имя, чтобы оно всему этому соответствовало. Теперь считается, что это ущемляет достоинства женщины. С чего это я буду менять своё имя? Не обязательно. Всё приобрело эксплуататорский оттенок. Из-за этого возникает сопротивление. Если это делается надлежащим образом, это принимается всеми. Если это делается несправедливым, ненадлежащим образом, тогда это становится проблемой. Так что выбор имени для ребёнка мужского пола всегда был важным процессом, потому что вам предстояло с ним жить. Хорошо. В наши дни они тоже уходят. Но в то время он должен был жить с вами до вашей смерти. Поэтому было важно, чтобы имя, которое вы произносите, соответствовало геометрическому равенству внутри семьи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok